всех приветствую на своем канале сегодня мы на ремонте ноутбук hp моделька 17 f 154 nr так надеюсь модель хорошо будет видно поступил данный ноутбук со следующей проблемой при подключении зарядного устройства как вы видите никакая индикация у нас не горит пробуем нажать на кнопочку включения у нас только отморгивает несколько раз и ничего не происходит проблема заключается вот в чем в самом адаптере питания у нас обломана центральная игла по данной игле у нас передается сигнал ad id то есть определяется тип адаптера ноутбука в ноутбуках hp это в принципе достаточно простая схемка идет подтяжка с линии 19 вольт через высокоомный резистор давайте сейчас посмотрим что у нас на адаптере питания если посмотреть на основные напряжения то есть плюс минус у нас 19 вольт и относительно сигнала ad id у нас также практически 19 18 и 8 вольта то есть 19 вольт 19 и 6 и сигнал ad id у нас 18 и 8 бывает такое что когда ломается данная игла 19 вольт поступает непосредственно на самом разъеме на сигнал ad id и выгорает цепь данного сигнала и вплоть до самого мульти контроллера поэтому необходимо будет также проверить с исправным блоком питания при подключении исправного блока питания сразу видно у нас начал светиться индикатор включаем ноутбук и как видите ноутбук успешно запустился данная проблема известна самому владельцу данного ноутбука поэтому он не обратился заменой самого штекера на блоке питания было предложено несколько вариантов решения проблемы это либо замена полностью шнура так как такой разъем найти но будет достаточно проблематично да и паять все это уже будет не так как было изначально то есть будет грубо говоря обычный колхоз либо есть еще вариант это сделать обманку то есть оставить все как есть блок питания будет также и работать с обломанной иглой но непосредственно самой плате припаять резистор с линии 19 вольт на сигнал а д айди номиналом 330 кило ом давайте теперь найдем откуда у нас идет пин айди с разъема ставим режим прозвонки у меня вот такие вот щупы видите иглы установил я щуп непосредственно сам разъем подключение зарядного устройства и смотрим где у нас на плате подключается сам разъем то есть гнездо это понятно это плюсовые контакты начиная с 1 2 3 4 и 5 у нас это земля а вот 6 у нас как раз и Продолжаем. Давайте теперь подключим зарядное устройство к Moboco. И видно, что индикация у нас заработала. Это говорит о том, что ноутбук определил зарядное устройство. Нажимаем на кнопочку включения. Ну и, как вы видите, ноутбук у нас запустился. На этом вот такая вот простая переделка и закончена. То есть ничего больше здесь делать не нужно. Владелец ноутбука выбрал именно вот такой способ, чтобы не покупать другое зарядное устройство, либо не перепаивать разъем, просто-напросто сделать небольшую обманку. После этого способа у нас, как вы видите, ноутбук запускается. На этом я своему завершаю. Все, кому понравилось, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. До свидания.